Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Дольщиков в Самарской области поддержат новый законопроект, систематизируют все имеющиеся и вновь вводимые меры, направленные на восстановление прав участников долевого строительства. Это позволит повысить уровень их защищенности, а также доступность информации об имеющихся мерах поддержки для потенциальных инвесторов. Основные средства будут выделяться из областного бюджета, а также из Федерального фонда защиты прав граждан участников долевого строительства. Нормы закона распространятся на дольщиков, которые будут включены в перечень и после принятия закона. Названа дата завершения ремонта теплосетей на улице Ташкентской в Самаре. Земляные работы по перекладке теплосетей и демонтаж старых коммуникаций на сегодняшний день закончены на 94%. Работы ведутся от пересечения улиц Ташкентской с улицей Старозагорода Московского шоссе. Об этом сообщает региональное правительство. Монтаж основания канала выполнен на 72%, а проложено 490 метров трубопроводов. Обновление коммуникаций в этом районе предполагается завершить до 10 сентября. Протяженность обновленных трубопроводов должна составить около 2,5 километров. Причем их диаметр увеличится с 600 до 800 миллиметров. Предполагается, что это позволит улучшить качество отопления и горячего водоснабжения в домах Кировского района Самары. Всего же в Самаре этим летом будет переложено 20 километров теплосетей на 15 участках. Самые крупные работы проводятся на улицах Ташкентская, Алматинская, Старозагоров, Физкультурная и на проспекте Кирова. В Роструде рассказали, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске. Например, если это может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия. Работодатель может перенести отпуск работника с его согласия на следующий рабочий год. Правда, в этом случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Кроме того, работодатель может отозвать работника из отпуска. Но в этом случае неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время и в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлена. Работодатель вправе определить их самостоятельно. А вот если работнику вовремя не выплатили отпускные или его предупредили о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, то работодатель по письменному заявлению работника обязан его перенести на другой согласованный с сотрудником срок. Но в любом случае не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено. Порядка 150 стран мира являются торговыми партнерами нашего региона. Финансовый объем экспортной продукции Самарской области около 8 миллиардов долларов в год. Причем около 3 миллиардов – это не сырьевой экспорт. Как увеличить эту сумму? Об этом говорили в областном правительстве с делегацией торговых представителей Российской Федерации за рубежом. Речь шла о работе в Швейцарии, Дании, Болгарии, на Кубе, в Перу и в ЮАР. В совещании участвовали руководители более 50 промышленных предприятий региона. Мы обсудили с коллегами вопросы наиболее эффективных способов продвижения наших товаров, работ, услуг на зарубежной рынке. Они разные в разных странах. Это где-то выход на национальные торговые площадки, где-то это участие в выставках, где-то электронная торговля более развита, и мы будем рекомендовать это делать предпринимателям. Я уверен, что результатом таких встреч будет поступательное движение к увеличению объемов не сырьевой экспорта. Это та задача, которая стоит перед регионом в рамках реализации национального проекта. То, что нам будет рассказывать о специфике деятельности в том или ином регионе, нам позволит более качественно и более эффективно заниматься экспортом продукции своей. Иногда просто возникают вопросы, непонятно, к кому обращаться. Соответственно, потому что есть контакты в нашей стране, но за рубежом, соответственно, мы не всегда понимаем, кто может помочь, кто более консистен в решении тех или иных вопросов. Поэтому, соответственно, вот эта встреча, она достаточно важная, потому что она позволит нам как раз это обеспечить. Куда пьяный мужчина вез чужих детей среди ночи в поселке Запонской? Это выяснят сотрудники полиции. Смертельное ДТП на трассе в Шигонском районе. И сто с лишним тысяч рублей за 200 пойманных карасей. Полиция задержала браконьера в Кенельском районе. Все подробности в обзоре происшествия от наших корреспондентов. Сел за руль пьяным и куда-то повез детей, причем чужих. И все это в ночное время. Происшествие случилось в поселке Шмидт, а он же Запонской. Информация об этом поступила в ГИБДД от ночного патруля. Чтобы поймать такого горе-водителя, послали два экипажа ДПС. Он пытался скрыться, но был задержан. А куда детишек-то везли? Стоит он с ними, разговариваясь. Ребятишку вообще никаких не ест. Я сам его забираю, говорю, пойдем мы к нам. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Его доставили в отдел полиции для выяснения, в том числе, что делали дети ночью в его машине. ДТП со смертельным исходом произошло в Шигонском районе. 58-летний водитель автомобиля Киа Серато превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась. В аварии погиб 81-летний пассажир. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. Бдительные граждане сообщили в отдел полиции Кенеля о том, что некий человек ловит сетями рыбу в реке Большой Кенель, недалеко от станции Тургеневка. Туда выехали сотрудники полиции и задержали нарушителя. У него изъяли 4 сети, резиновую лодку и рыбу, 206 карасей различного размера. По новым расценкам размер ущерба насчитали в 103 тысячи рублей. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Футбольный клуб «Оренбург» будет проводить в новом сезоне свои домашние матчи на стадионе «Самара-Арена». Это связано с тем, что в «Оренбурге» нет стадиона первой категории. Домашняя арена, на которой команда выступала в чемпионате России в минувшем сезоне, не прошла процедуру лицензирования российской премьер-лиги из-за низкой вместимости. Всего 7 тысяч зрителей. Также отмечу, что первый матч в «Самаре-Оренбург» проведет 28 июля. Соперник – питерский «Зенит». И в продолжении футбольной темы «Крылья Советов» объявили о подписании шести новых игроков. Защитника – Дмитрия Камбарова, полузащитников – Дмитрия Кабутова, Антона Терехова, Дениса Якубы, нападающих – Деяна Радонича и Раду Генсаря. Также сообщается, что в ближайшее время все новички будут включены в заявку на предстоящий сезон. Стартовый поединок нового чемпионата российской премьер-лиги «Крылья Советов» проведут дома. В это воскресенье на Волжские берега пожалует столичный ЦСКА. О развитии юноармейского движения в регионах говорили в Москве, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Самарская область признана одной из лучших в стране в этой сфере. А еще три года назад юноармейское движение у нас начиналось с отрядов 20 человек. Сейчас ребят с орлами на красных беретах уже более 20 тысяч. 576 юноармейских отрядов создано по всей области, и число их постоянно растет. В основном их создают на базе школ, и практически за каждым отрядом закреплены шефы, представители вооруженных сил, Росгвардии, МЧС, а также ветераны силовых структур. Ровно три года назад появился первый юноармейский отряд, и его численность составляла 20 человек. То есть первые 20 школьников вступили в ряды юноармейского движения. На сегодняшний день юноармейское движение насчитывает в Самарской области более 22 тысяч человек. Прилагаются большие усилия, чтобы ребята получали не только реальные знания и навыки, но также находили новых друзей, меньше сидели дома с компьютерами и гаджетами. Юноармейцы участвовали в парадах памяти 7 ноября и в параде победы, показав себя достойно. С ними периодически проводят занятия действующие сотрудники силовых структур, в том числе настоящие стрельбы на военных полигонах. А с прошлого года организованы тематические смены в детских лагерях отдыха. В этом году в них наберутся силы новых знаний около 2,5 тысяч ребят. И все это останется у них в памяти на долгие годы. Поступила в Самарский государственный экономический университет на экономическую безопасность. Юноармия мне помогла найти молодого человека. Я научилась стрелять. Потом всякие физические подготовки мне тоже понравились. Понравился лагерь, в котором я была. Это было самое незабываемое время. Ну это основа военного дела. Если ты идешь в армию и там тебя этому обучают, то это уже готовят здесь. А ты собираешься служить в вооруженных силах? Ну почему нет? Конечно. Конечно, не все было просто. Приходилось находить неравнодушных людей, чтобы помогали с материальной базой, покупкой формы, устройством экскурсий, занятий и летних лагерей. И такие люди находились. Как в госструктурах, так и предприниматели, которые не жалели денег на хорошее дело. И вот уже есть результат приложения усилий Самарской региональной отделения Юноармии, а также работы преподавателей, кураторов отрядов, военнослужащих, силовиков, а также областного правительства получили отличную оценку на самом высоком уровне в Национальном центре управления обороны Российской Федерации. Я 5 июля приехал с Российского юноармейского слета, который приходил в городе Москва. И Самарская область была отмечена как одна из лучших областей, где очень хорошо и динамично развивается юноармейское движение. Юноармейцы Самарской области в 2018 году показали свой высокий уровень, заняв впервые в истории на детско-юношеских играх военно-патриотической направленности призовое место в масштабах страны. На соревнованиях участвовало больше 75 команд из разных регионов. В первую очередь была задача номер один занять хотя бы место в лучших 10 командах России. Но вот так получилось, что мы оказались сильнее, чем другие команды. И как бы удача. И оказались на третьем месте. Впереди много работы и много планов. Но юноармейскому движению в нашем регионе положено хорошее начало и дан мощный толчок в развитии. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно. 20.30, телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...